всем привет вы на моем канале сметанка вяжет спицами меня зовут настя и в этом видео я буду рассчитывать петли на снуд очень много вопросов поступает как правильно рассчитать петли на снуд скажу честно как правильно я точно не знаю но я могу поделиться тем как это делаю я я на своем канале не учу вязание и я просто делюсь своим опытом и показываю как это делаю я и давайте начнем про снуд рассчитывать я буду на снуд в один оборот потому что я чаще всего даже не чаще всего только вижу снуды в один оборот в два оборота я еще снуды не вязала поэтому я пока не знаю как рассчитать петли на снуд в два оборота но я знаю точно как я рассчитываю петли на снуд в один оборот и давайте приступим и так к примеру я рассчитываю петли на снуд узором рис беру спицы именно того размера которыми я собираюсь вязать снуд и вяжу образец тем узором которым я собираюсь вязать снуд и из той пряжи из которой я буду вязать снуд то есть как будто бы я вяжу снуд вяжу образец обязательно его стираю сушу и только после того как он высох я приступаю к расчетам рассчитываю петли я следующим образом вот мой образец он связан из пряжи lanagata супер софт в две нити на спицах номер шесть вот он у меня высох я приступаю к расчетам беру линеечку вот моя рисовая гладь так сказать беру линейку у меня есть такая специальная линейка здесь вот лупа и отрезок в 10 сантиметров сразу отмечен такие прикладываю к образцу и считаю сколько тут петелек вот в этом отрезке прикладываю я линейку к серединке вяжу образец именно побольше чтобы меня вместилось 10 петель по серединке чтобы я не он меня не попадал вот так например чтобы мне было достаточно места чтобы измерить точную плотность поэтому я вяжу пошире образец и к серединке прикладываю линейку либо сантиметровую ленту у кого нет линейки либо вот можно измерить даже сантиметровой лентой прикладываем наш измерительный прибор и считаем сколько в 10 сантиметрах у меня петель посчитала приступаю к расчетам делаю расчет сюда пишу какие спицы какая пряжа во сколько нити что и сколько петель обычно еще пишу но сейчас для большего понимания я просто напишу что это спицы 6 миллиметров узор рис пряжа ланагата супер софт в две нити так допустим в десяти сантиметрах не допустим а я вот измерила у меня получилось что в 10 сантиметрах после вот его у меня получилось 14 петель теперь высчитываем сколько петель в одном сантиметре мы 14 делим на 10 и получаем 1,4 если бы я рассчитывала петельки на шапку то я бы отняла 20 процентов на растяжение но так как я вижу с нот мне наоборот нужно чтобы он хорошо растягивался поэтому я отсюда ничего не отнимаю и вот это вот моя плотность вязания и что делаем дальше теперь нужный обхват головы я умножаю на свою плотность допустим на окружность головы 52 сантиметра я наберу петель то есть свою окружность головы и умножаю на свою плотность и получаем так на 52 72 и 8 72 и 8 такое количество петель мы не можем набрать мы округляем в большую сторону 73 петли вот я рассчитала что на 52 сантиметра на окружность головы 52 сантиметра мне нужно набрать 73 петли и также вот этот вот размер 73 петли он подойдет и на окружность головы 50 сантиметров то есть плюс минус 2 сантиметра не плюс может то есть можно к 52 добавить 2 сантиметра и также умножить и получится другое количество петель тоже будет отлично сидеть то есть плюс минус 2 сантиметра как мы привыкли чтобы шапка сидела на низко размеров у нас правильно поэтому я определяю это таким образом что вот этот снуд подойдет также на а размер головы 50 52 сантиметра вот таким образом получилось на размер 50 52 сантиметра снут из 70 из 73 петель будет достаточно и также с остальными другими размерами давайте сейчас еще один размер я посчитаю какой-нибудь давайте допустим возьмем размер 55 55 умножаем на 1,4 и получаю 77 петель то есть вот этот вот снуд из 77 петель он подойдет также на размер головы 53 55 сантиметров вот таким образом я никого не призываю прям дело точно также а делаю так и меня это устраивает так по количеству петель определились теперь я показываю как определить высоту снуда высоту я делаю таким образом допустим на 52 сантиметра я вижу снуд 52 делю пополам и прибавляю 3 сантиметра 52 пополам 26 плюс 3 получаю 29 сантиметров должен должна быть высота моего снуда вот как не меньше 50 не меньше 29 сантиметров можно добавить 4 не 3 а 4 я добавляю 3 вот так я определяю количество петель и высоту своего снуда я вижу только по кругу я поворотными рядами не держу бывает узор косу я увижу поворотными рядами но там я уже там можно ориентироваться методом примерки и все и на этом все если у вас есть вопросы обязательно пишите в комментарии обязательно уделю внимание напишу помогу рассчитаю и на этом все надеюсь мое видео вам было полезным ставьте класс подписывайтесь на мой канал всем пока